Я сегодня представляю свою родовую кочевую общину коренных молодежи народов севера Республики Саха-Якутия, Василий Горучий Дичков, Верхнеколомский район. Меня зовут Севсова Татьяна Васильевна по девичьей Дичков. Общину создали именно именем отца. Мама Ивенко, отец Якутии, Горучий. Наша община образовалась в 2010 году, когда как раз Министерство Министерства начали регистрировать некоммерческие родовые общины. Зарегистрировались, приняли участие на конкурсе и сохранили за нашими наследами. В общем, одна третья часть территории Верхнеколомского района закреплена за родовой общиной имени Дичкова, в котором, значит, село Усункёль, село Верхнеколымского, часть Нельмских, части Утаинских, поселка Угольная, Зырянка. Поэтому в нашей общине много охотников-рыбаков. Основное направление – это у нас введение традиционного образа жизни кочевых эвенов-юкагиров, рыболовства, охотхозяйства. А наши сородичи Утае занимаются лениводством. Сейчас мы на съезде свои проблемы ставили, что именно нужно упор сделать по реализации и правоприменения всех республиканских законов, которые принято более 20 законов, и российских, три федеральных закона. Любой закон должен быть подтвержден финансами. И вот сейчас мы ставим вопрос финансирования. Самое главное, за 10 лет мы не имеем ни одного финансирования. Почему? Потому что мы не относимся, как некоммерческая организация, Министерство предпринимательства, ни рубля не получаем. По Минсерфозу мы не относимся, как заготовители. И, конечно, по всем другим структурам нет. Но мы существуем, потому что мы ведем традиционный уклад жизни, занимаемся рыболовством, охотхозяйством, собирательством. Мы только что показали национальную кухню. Я еще женскую организацию «Северянка» представляю. Мы организовали выставку традиционного уклада жизни и традиционной одежды, национальная кухня и кочевой образ жизни. Сегодня мы желаем от съезда, чтобы правительство Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, именно приняли соответствующие документы и изменения в законодательстве Российской Федерации по налоговому кодексу, по земельному кодексу, по разным направлениям, чтобы было финансирование. Язык, культура, традиции – это основное. Язык, я сегодня же отметила, что язык наших народов надо ввести во всех местах компактного проживания. Это 70 поселков, которые должны обязательно обучать, обучаться и выделить часы. Об этом я сегодня тоже говорила. И мы очень рады, что есть международная арктическая школа, в которой 200 детей учатся. Мы хотели бы, чтобы от всех 13 арктических улусов и всех мест компактного проживания дети там учились. Тогда у нас будут прекрасные кадры. Я хочу еще добавить на вопрос, касающийся наших земель. Чтобы наши земли, которые мы сейчас охраняем, мы на договор соглашения о ходустройства сделали, а надо нам, чтобы это было в будущем безвозмездно. Если даже по 10 копеек – это большие деньги. Если по рублю у нас 1 миллион 700 тысяч оплатить надо, тут, конечно, меньше, но должно быть особый подход к малочисленным народам, хочующим образ жизни. Особенно женщинам, детям, нашим школам, чтобы построились наши школы кочевые и упор сделали на женщин. Рыбакам, охотникам практически ничего не делается. Ни рубля, ни копейки. Почему? Потому что раньше, если субсидия была на 1 соболя, сейчас его убрали. Поэтому ни одного рубля наши охотники не получают. В перспективе мы хотим, чтобы наши охотники, рыбаки были, как в советское время, самыми почетными работниками на севере Арктики. И наши любимые оленеводы. Без оленя мы, как народ существует, не можем. Это и пища, это и одежда, это наш язык, это культура, традиции. Спасибо.